Ребятушки, всем привет! Вы на канале Маврин Футбол Коуч И сегодня я вам буду рассказывать про свои ахиллы У многих, наверное, у футболистов или у спортсменов были проблемы с ахиллами И в Турции этот момент привел к тому, что я буквально перестал ходить Я прям просто страдал максимально при каждом шаге Вот, и сегодня я расскажу, как я с этим справлялся уже в Москве Чек-эффект, поехали! Итак, после того, как я сломал ногу, не тренировался с 25-го, где-то октября получается И первый раз я начал только примерно 25-го декабря что-то делать Я купил абонемент в Нижнем Новгороде в фитнес И потихонечку пытался за счет каких-то движений на эллипсе На, скажем так, функционально мышечный корсет, так скажем, поддержать И я думал, что мне этого хватит Спойлер, не хватило Итак, после Нового года я поехал в футбольную программу Фудскил Кэмп Где уже начал двигаться, начал проводить тренировки Было больно ноге, которая была сломана Но я такой думаю, окей, все нормально будет За эти 8-9 дней я спокойно восстановлю стопу И тем самым к сборам Амкала в Турции я подойду в порядке Что же было на самом деле? После того, как я провел футбольную программу Я поехал в Нижний Потом пропустил из-за болезни дочери Неделю где-то, то есть тренировки 3 в Амкале И после этого оттренировался И мы полетели в Турцию В Турции, соответственно, что? Конечно же, натуральное поле Конечно же, что? Правильно Большая нагрузка в виде двухразовых тренировок На что мой организм и мои ахиллы прежде всего Не были вот готовы максимально Наверное, несколько дней потренив по две тренировки Я уже почувствовал какие-то лютые боли в ахиллах И такой думаю, ну окей, пройдет Потом эта боль становилась все сильнее и сильнее Массаж пистолетом у Дока чуть-чуть помогал Но прям криминально нет И уже отбегав в Турции все сборы Посетив все тренировки Отыграв все игры Я не мог бежать совсем То есть, чтобы вы понимали Стопа же как Вы ей толкаетесь и амортизируете И вот представьте, этого амортизатора у меня не было Я просто, ну на каких-то морально-волевых Отработал этот сбор Вот, сквозь слезы И думал, что, что, блин, как же быть, как восстанавливаться По приезду в Москве Док меня сказал, что нужно дать паузу Там хотя бы пару недель После чего сделать несколько процедур Я записался в Smart Recovery В которой мы ходим восстанавливаться на GameReady Это штаны И на Tecar Это процедура, которая способствует снижению воспалительных процессов Которые у меня как раз-таки образовались в ахиллах В очень сильных Итак, параллельно с этим я пошел к своим друзьям К кинезиологам Вот В Центр Прогресс Там я рассказал свои симптомы После этого мы сделали следующие ходы То есть это все параллельно Я хожу на тренировки Также страдаю, не могу бегать Я параллельно с этим хожу на Tecar У меня все, там три занятия в итоге получилось И параллельно я иду к кинезиологу Сейчас мы у Василия Евгеньевича проверим Как стопы работают У него травма хила была после сборов И сделаем снимок на топографе Все посмотрим На самом деле левая стопа вообще не работала Получается два месяца И после этого сразу нагрузка дошла Очень сильная в виде двухразовых тренировок Сейчас сделаем снимок левой стопы Потом правой Потом все обработаем И... Ай-яй-яй, топограф Что мы сейчас конкретно смотрим? Мы смотрим Наличие плоскостопия Деформации стопы Как включается стопа в движение у тебя сейчас на данный момент Есть ли отталкивания всеми пальцами Или какие-то пальцы не работают? И после этого мы... Скорректируем комплекс упражнений Под это дело Почему важно так Именно работать со стопой? Потому что все мышечные цепи у человека Начинаются со стопы Если стопа включилась неправильно То есть просто хлопок отталкивания нет То и мышечная цепь включилась неправильно Также очень часто при неправильной работе стопы Боли в шейном отделе Позвоночника возникают Из-за того, что перегружается цепь Концы цепи И поработав со стопой Не трогая шею Боли в шейном отделе уходят Насколько нужны после такого исследования Ортопедические стельки? Если подбирать комплекс упражнений Как правило Дает программа сама Свой комплекс уже на основании диагностики То лучше сначала поработать А потом уже сделать повторный снимок И уже на основании повторного снимка Сделать стельки Потому что анатомия стопы Пока ты работаешь дома Она поменяется Ну то есть формально можно скорректировать работу так Что стельки не нужны будут? В теории да Если нет каких-то серьезных проблем И смотрим, как она включается в движение Значит, видим, что Второй палец и мизинец По левой стопе венчины включаются в работу Мы говорим, что Указательный и мизинец Они какие-то Конкретные цепи включают в работу? Здесь самое главное Есть отталкивание большим пальцем То есть это не такая уж сильная Какая-то проблема Но желательно, чтобы эти пальцы Все тоже включались В работу Возможно, обувь какая-то неудобная Что пальцы больше подгибаются Или наоборот Больше стопы А тейпы тоже влияют Имеется в виду На корректность теста? Или все-таки не особо? Ну лучше снять Было бы Потому что Сейчас бы В какой-то момент Тейп все равно же удерживает стопу Вот здесь по правой стопе Кстати, видишь наоборот Все пальцы работают Все работает Идет Но возможно тейп тут помог Как-то с этим делом Хотя и с этой стороны тоже тейп идет Итак, первое, что мы делаем Это мне Делают снимок стопы моей И здесь Начинаются интересные моменты Итак, я фото прилагаю Естественно, посмотрите Как это происходит У меня Ваш тип стопы Египетский Вот так вот Правосторонняя плоскостопие Первой степени Справа Снижение высоты Среднего отдела стопы Итак, если мы смотрим По Левой и правой стопе Ну, во-первых, длина Одинаковая Это уже хорошо А вот здесь вот Посмотрите По ширине Площадь средней стопы Левая 11,7 А правая 23 И почти 4 То есть Намного То есть Вот если взять стопы У меня правую стопу Просто приплюснило То есть Вот сюда вот ее сместило Если левая Она там Плюс-минус ровно То правая Вот сюда ушла И естественно Ахилл Опять же Начал работать Некорректно То есть Нагружаться Дополнительно Опять же За счет того Что стопа приплюснулась Вот Второй момент Я сделал Снимочек На топографе Оптическом И оказалось Что у меня Перекосило еще и таз То есть Правая ягодица То есть Правая стопа И правая ягодица По сути Сдались Максимально И правая ягодица Перестала работать И из-за этого Еще больше сместился Еще и вверх То есть У меня еще и в эту сторону Покосило И тем самым Я такой Опа Здравствуйте Итого Мне начали восстанавливать И Ахилл И уже Впоследствии Добавили еще и Работу с ягодичной мышцей То есть Что надо Сделать Было Стопу Из вот этого положения Когда она приплюснулась Сюда Ее опять В эту сторону Выровнять И Включить ягодичную мышцу Тем самым Запитать И Закольцевать Чтобы Все Вся Меофициальная линия Начала работать И уже После четвертого Занятия В студии Прогресс Я не останавливал То есть Док мне сказал Там надо Пару недель отдохнуть Я Одну тренировку Всего пропустил И уже После четвертого Занятия На неделе То есть Я там Понедельник Сходил Вторник Сходил Там В среду Сходил И уже После четвертого Занятия Меня Начало Отпускать То есть Я почувствовал Реальный Эффект От Тренировок С кинезиологами То есть Я Просто Офигел Спустя Там Шесть Тренировок У меня Уже Совсем Было Прям Хорошо И Сейчас Еще Осталось Остаточное Небольшое Но Я уже Могу Двигаться Я могу Уже Совершать Рывковые Прыжковые Движения И Не Чувствовать Вот Этот Дискомфорт Поэтому Прежде Чем Вы Начнете Лечить Вашу Болячку Постарайтесь Докопаться До сути Вот Чем Мне Нравятся Кинезиологи Они Вот Он Допустим Сделал Снимки И я Просто Офигел Что Вот Из-за Чего У меня Ахиллы Сдались Из-за Вот Этих Вот Тут Немножко 3,5 градуса В тазобедренном Сместилось Стопа Немножко Внутрь Приплюснулась Кажется Мелочь Но Эти Мелочи Приводят К Большим Последствиям Поэтому Еще раз Прежде Чем Вы Начнете Лечить Себя Либо Лечить Болячку От Которой Болит Разберитесь И постарайтесь Докопаться До Первой Причины Важно Я уже после этого Уже понял о том Что Восстановление После травм Это Важнейшая Составляющая Я думал Что Я восстановил Себя Хорошо Как оказалось Потом Уже Нет К сожалению Очень плохо Себя восстановил После перелома Малоберцовой Кости И тем Самым Привел Себя К Новым Травмам Поэтому Ребятушки Важно Я вам тут Показывал Сейчас Как я Работал Сам В тренажерном Зале Над Стопой Над Ягодичной Мышцей Как я Работал В центре Прогресс Кинезиологами Какие упражнения Делал Надеюсь Вам Мой Опыт Будет Полезен И вы Если у вас Будет Вдруг Такая же Проблема Обратитесь К нужным специалистам И Максимально Скоро Вернетесь В футбольный Строй Вот и все Ребятушки Подписывайся На канал Будь на связи Лайков С этому Полезному Видео Вот Я всех Обнял Всем здоровья Пока Пока